Приветствую вас, Ольга. Ну, первое, что хотелось бы отметить, это, пожалуй, то, что вы не задаете свой вопрос. То есть, не очень, мягко говоря, понятно, что вы хотите от психологов в данном случае. И, на мой взгляд, крайне важно, чтобы вы сформулировали свой вопрос, чтобы вы сформулировали свой запрос. Если вы хотите гармонизировать отношения с людям, да, вот, что мы вам поможем, поможем, вот. Если вы хотите пережить расставание, пережить развод, в этом мы вам тоже, в принципе, поможем, вот. Но непонятно, с чего хотите вы в этой ситуации, понимаете? Если вы не знаете, с чего хотите, допустим, то и в этом мы вам тоже можем помочь. Ну, как бы, разобраться, в том, что вы хотите. Понимаете? Какая штука. Так что здесь очень важно разобраться, что вам нужно. Безусловно, измена – это кризис и травма. И, на мой взгляд, нужно, в первую очередь, проработать эту травму, чтобы она на вас не влияла. Но вместе с тем, и над вашим восприятием над себя. Вот. Это то, что мне кажется, потому что есть у вас некоторые проблемы с самооценкой, а есть у вас некоторые проблемы со страхами. Вот. Мне кажется, что, вот, ну, судя по тому, что вы описываете, да, вы больше любите не мужа, а своё состояние с ним. Вот. И то, что вы пишете, да, что, ну, не хватает. Я вора. А... И дует мне, ну, кажется, надо бы разобрать. А в смысле, что именно вам не хватает. В смысле, что именно вынуждает это в контексте своего мужа, да? Дальше, напротив, вы приводите впечатление человека, который сам по жизни не очень-то знает, в какую сторону ему двигаться. Вы производите впечатление человека, который сам не очень отдает себе отчет, куда он вообще идет по жизни. И вы производите впечатление человека, который не очень понимает, кто он такой, условно говоря, без своего мужа, да? Без, там, подруги и так далее. Понимаете, в чем дело? Там, прощать, не прощать, да? Ну, условно говоря, людей прощать, не прощать. Вы, как бы, условно, с этим разберетесь сами. Вот. Потому что, ну, это ваше, как бы, дело, да? Прощать, не прощать, это зависит от многих факторов. Вот. Но, момент в том, чтобы, прощая его, да? Вот. Условно говоря. Чтобы, там, если вы решите простить своего мужа, то, чтобы это прощение, оно не было связано с тем, что я его простила, потому что, там, условно, боюсь, там, остаться одной, например. Да? Или, там, условно, там, не знаю, нуждаюсь, там, в, ну, вот, нуждаюсь в мужа, да? Вот. То есть, чтобы не было вот таких аспектов, чтобы вы простили просто, потому что, там, ну, вот, поняли, там, действительно, почему он так поступил, да? И поняли, что, ну, в какой-то степени, да, вот, тут, вот, у вас, была, вот, ваша какая-то ответственность, да? Дальше, значит, все-таки именно поэтому, в какой-то степени, вот, именно поэтому, по той, вот, причине, по причине того, что, вы, вероятно, ну, 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 нуждаетесь в, э, мужа в своем, вот так вот, э, чересчур нуждаетесь в нем. Возможно, именно поэтому вы ему не особо интересны. И, возможно, поэтому он, там, условно говоря, там, обратил внимание, там, на вашу, там, подругу, грубо говоря, да, допустим, как бы. Вот, и поэтому он не скрывал от вас, когда вы узнали, потому что, эм, предполагал, что, э, вы, вероятно, будете в депрессии, да, и особо никуда не уйдете от него. И поэтому, вот, как бы, ну, не особо так, эм, э, переживал по этому поводу, да, не особо скрывался, вот. И, это тоже важный момент, что вы, как будто бы, э, вот, э, пытаетесь слиться с, э, своим, э, мужем, да, пытаетесь, э, как бы, раствориться в нем. Ну, при этом, что, есть у вас, э, вероятно, э, проблематика, э, в том, чтобы понимать, а какая я без мужа, какая я без, там, людей вокруг, вокруг меня, вот. Потому что, э, во-первых, вы выбираете определенных людей, которые способны, способны, э, на определенные поступки, это, вот, э, поступки, э, там, вот, ну, кто что сделал, а подруга и ваш муж? Во-вторых, вы формируете у этих людей отношение к себе, что важно. И, э, э, это не просто так. То есть, я имею в виду, что это не, ну, это не, э, взялось не из ниоткуда. Но это взялось именно, э, э, ну, системы, э, э, системы, вот. Понимаете? Э, вот. Э, 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 такой вот момент взялось. Э, э, дальше. Вы склонны к манипуляции и, э, склонны, вот, э, как мне кажется, да, э, перекладывать немного ответственность, э, за, ну, вот, свои поступки, да, э, за свои решения на другого. То есть, вы, э, образно говоря, уходите, э, от мужа, надеясь, что он, э, одумается. Э, э, то есть, это манипуляция. Э, ждете, что, э, 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 как он будет вас возвращать, э, э-эм, как бы он будет вас возвращать, э-э, э, вот. Вот. Ну, это, мы, э, ну, это, на мой взгляд, э, э-э э, 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 офигелс, э, 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 э-э, э, э. в какой-то степени, мне кажется, по крайней мере, что это обесценивание в себя. Вот, и я думаю, что вот с этими моментами вам, в первую очередь, нужно работать, чтобы разобраться для себя в эту ситуацию, чтобы понять себя лучше, и понимаете, вот видите у вас какая направленность, я могу привлечь своего мужа только если сделаю что-то для него, нет. Вы можете привлечь своего мужа, если сделаете что-то для себя, если будете более ценностны к себе относиться, не к мужу, что важно. А так, видите, получается оно не очень, не очень выгодная для вас ситуация, ее обесценивающая ситуация, получается вот. Вы зависимый, муж это знает, он уверен скорее всего, что вы захотите вернуться и не особо париться по поводу того, чтобы возвращаться. зачем, если вы сами решите вернуться, по его мнению. Так, вот в песне про обиду, обидно, что нет слов, при этом вы говорите, что вас предпустило, не очень понятно, и с обидой, в принципе, я думаю, стоило бы поработать, ну то есть, вот обида это определенные, определенные ожидания, вот, и надо бы понять, чего именно вы ждали, и насколько это вообще реально, насколько это реалистично, то, чего вы ждали. Вот, опять же вы считаете, что пару слов достаточно, чтобы вас вернули, или вы согласны и на это. В этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.